друзья приветствую вас это утренний обзор основные события как это влияет на состояние российского фондового рынка курс рубля курс доллара ну и другие прочие важные вещи давайте рассмотрим что сейчас происходит но фактически сейчас два ключевых момента которые на все давят первый момент это рост количества заболеваний в сша в так называемом южном полюсе это флориды флорида техас аризона калифорния то есть там ситуация очень печальная растет количество новых заболеваний из-за этого давление на экономику дело даже не в том что могут там или не могут карантин заново вести а в том что просто это все вырубает еще выносит помимо этого разгорается обостряется отношения между китаем и сша китай там один закон принял по поводу гонконга сша вводят ответные санкции китай еще ответные санкции водят ну и в общем то так получается слово за словами мы подходим к разворачивающейся спирали событий и так вот телеграм-канал здесь основные важные вещи которые необходимо знать я публикую анализ этих событий во первых то что касается сегодня что должно произойти но сегодня глобально событий достаточно много ключевые моменты это индекс доверия потребителей сша в 5 часов вечером выступал выступает пауэлл там по-моему и пауэлл и мучин будут выступать соответственно то есть это будет сильнейшее влияние оказывать на во первых индекс доллара и на состояние фондовых и финансовых рынков помимо этого у нас сегодня масса корпоративных событий по российским эмитентом надо это иметь ввиду когда вы что-то покупаете или продаете ну и вот она эта ситуация с к видом то есть идет идет вот непрекращающийся рост числа новых случаев в мире то здесь там четко тренд выстраивается в сша так вообще по экспоненте взлетели то есть помните вот мы с вами обсуждали когда вот здесь еще маленькая такая загогулин к было вырастет не вырастет результате она вот пробила сопротивление ушла далеко вверх в бразилии тоже ситуация не лучшим образом обстоит и только в россии новые случаи идут успешно на спад вот ну и вот то что в сша происходит это конечно может просто вверх ногами вынести мировую экономику и все грядущее ожидаемое восстановление но вот плюс ко всему начинается обострение между индием и индии и китаем то есть там индия развертывает ракеты противовоздушные на границе но понятное дело что все это обострение на границе оно началось именно тогда когда у сша начались проблемы с китаем то есть сразу как-то резко индийский вопрос образовался ну и вот основные риски которые на этой неделе могут раскрыться но понятное дело мы обсудили то что касается к вида потом ежемесячный отчет о занятости министерства труда и но это в четверг выйдет в конце месяца будет перебалансировка портфелей но здесь не только конец месяца и конец квартала еще и конец полугодия поэтому здесь эффект может быть сегодня достаточно сильный ну и то что снижаются планы по поводу дальнейшего экономического стимулирования конгресс никак не принимает необходимые законы необходимые акты для того чтобы усилить вливание байден лидирует в президентских выборах но сами знаете то есть если демократы лидируют это всегда создает массу скажем так внешних рисков которые связаны с изменением политики в части демократизации по отношению к другим странам то есть вот то что когда обама был обама был достаточно так называемым мягким президентом на самом деле . конечно к этом демократы приходит власти они начинают очень активную политику вести ну и это чревато соответственно санкциями но и надо помнить что на этой неделе то есть в америке будут пониженные объемы это связано с 4 июля день независимости уже все американцы приготовились встречать день независимости поэтому здесь могут различные выносы быть ну вот вчера меня еще новость порадовала иран выдал санкции на рез президента сша за убийство генерала сулемани но на самом деле что это правильный ход потому что если есть определенные цивилизованные правила и процедуры то вполне как бы резонно задействовать эти процедуры и дальше уже пусть американской администрации доказывает то есть что она сделала не сделала с этим иранским генералом то есть вот это я считаю очень правильный шаг и на самом деле иран зря так затянул надо было сразу как только это произошло документы собрать и в интерпол подать создали цивилизованный мир где каждый за свои действия отвечает давайте приступайте сами отвечайте но и к сожалению текущая ситуация она все хуже и хуже становится для гонконга то есть соединенные штаты они фактически перестают перестанут считать гонконг неким независимым субъектом на которые распространяется режим экономического благоприятствования и соответственно это так или иначе придет тому что гонконг он его влияние его скажем так супер-пупер положение она будет падать и действительно из-за этого конфликта все закончится тем что гонконг судя по всему станет рядовым китайским портовым городом вот и все к сожалению как бы ситуация она я думаю именно в таком ключе и будет развиваться на фоне всех этих событий так мы вот такой интересный момент который касается китая возник он систем что было предоставлено поддельное золото но здесь как бы ситуация она примечательно тем ну понятное дело сейчас как бы идет рост рисков соответственно спрос на золото растет цена на золото растет это все ясно чем этот случай примечательно тем что впарили медные слитки которые были позолочены в чем здесь заключается нюанс смотрите золото очень тяжелый металл 19,5 грамма на сантиметр кубический в 1 и 8 раз тяжелее свинца медь соответственно имеет вес порядка там 8 или 9 грамм то есть она в два с половиной раза легче чем золото и поэтому точно то что медные слитки впали вместо золотых но это достаточно странно потому что медный слиток он значительно легче золотого обычно все-таки для этих целей используют вольфрам позолоченные вольфрамовые слитки выдают за золото вольфрам тоже очень тяжелый металл вот но здесь как бы если медь за золото выдали то соответственно это совсем печаль уже называется либо там какой-то сговор был или либо люди которые работают золотом они абсолютно безграмотные и поэтому как бы если вы золото будете покупать но там золотые монеты у кого-то с рук или или слитки но всякая ситуация жизни может быть вот имейте ввиду что самый простой тест на наличие золото это плотность плотность это соответственно вес поделенный на объем воды который объект вытесняет соответствии с законом архимеда то есть можно взвесить потом в мензурку кого не бросить посмотреть сколько воды вытеснило и рассчитать исходя из этого какая плотность вещества то есть золото плотность очень высокая соответственно если плотность низкой это скорее всего либо медяшка позолоченной либо еще что-то позолоченное так но вот индекс волатильности у нас он находится в пределах консолидации то есть пока никакого выброса не было вот здесь как бы критичный момент на данное на данном этапе это пробитие 37 с половиной вот если 37 с половиной пробивает то отсюда может развиться очень сильное движение вверх сорок четыре с половиной и далее движение на 55 ну и рост индекса волатильности векса приведет к тому что будут проседать фондовые рынки несмотря на то что происходит в целом как бы викс пока держится но не на очень высоких значениях это говорит о том что пока но либо риски заложены в текущей ситуации либо ближайшее время мы увидим как вот эта консолидация она будет выбита наверх и будет значительное проседание рынка так на вот с утра сейчас у нас идет рост китайского рынка на фоне позитивной статистики которая вышла соответственно то есть рост китайских индексов это позитив для российского чермета на открытие северсталь ммк и наломка мы вот на текущий момент времени курс юаник доллару никаким образом не выдает то что осуществляется такой накал отношений между америка и китая то есть либо уже как бы это все сидит в курсе и и соответственно пусть рынок спокойно относится ко всем этим заявлениям или ближайшее время мы увидим как сразу после 4 июля или накануне 4 июля здесь произойдет резкое движение вверх по ослаблению юаник доллару так но далее индекс доллара по индекс доллара у нас а идет колебание вблизи вот сильного уровня я думаю здесь основное движение она что-то будет складываться судя по всему на следующей неделе когда американцы отдохнут выйдут после дня независимости и тут мы можем увидеть массу интересных событий вообще конечно здесь с одной стороны дедлайн это 1 июля то есть когда как бы сдается вся отчетность там накануне 1 июля сегодня и вчера там по котировкам фиксируются бонусы управляющим но учитывая то что у нас 4 июля точно там праздник надо хорошо отдохнуть должен быть позитив у американского народа то наверное все таки я думаю вот это движение повыше его отложит на следующую неделю вот есть конечно вероятность того что доллар будет ослабевать к валютам но вот судя по тому как было построено последнее движение скорее всего здесь все-таки будет рост вот но я думаю увидим мы на этой на следующей неделе движение куда-то сюда вот но на этой неделе все-таки судя по всему будут выдержать вот в этом коридоре будет он болтаться о ну и соответственно пока он в этом коридоре болтается это позитив для евро более или менее позитив для нефти и рубля и так друзья далее собственно говоря наш дорогой рубль точнее рубль доллар юсд этому дневной таймфрейм что мы здесь видим посмотрите у нас здесь по сути разворотная формация и мы из этого диапазона начинаем выходить то здесь вот была попытка пробития вчера сильного уровня который 70,13 этот уровень не пробили его прокололи отскочили но тем не менее видите движение наверх уже пошло поэтому здесь достаточно существенный момент это закрепление сегодня по факту закрытия вот в этом диапазоне если мы в этом диапазоне закрываемся или даже пробиваем вот эту красную линию идем выше то отсюда высока вероятность того что уже на этой неделе мы пойдем тестировать вот эту вот оранжевую линию еще один сильный уровень отсюда ближайшая цель движения вообще находится вот здесь вот то есть сюда вот он выстрелит наиболее вероятно вот этот диапазон до середины июля если этот диапазон будет сходу взят и пробит то здесь уже речь будет идти о движении в районе вот этой красной линии и тестирование на пробой перихая но здесь на самом деле по поводу такого движения на ближайшее время пока под вопросом но сегодня весьма вероятно что вот этот диапазон будет покорен и здесь у нас будет осуществляться вся рекогницировка в полном объеме так но если мы берем часовой график то что у нас здесь получается у нас получается что вот немножко мы не допадали немножко немножко вот сюда вот надо бы дойти 69 96 95 вот как только сюда заход будет соответственно здесь скорее всего пойдет проторговка и отсюда движение вверх если здесь будет пробой вот этого уровня 69 и далее то соответственно пробой на объеме вот этого значения приведет к тому что сначала мы вот сюда вот откатимся и далее если не будет пробита вот этого значения вот этот диапазон то отсюда пойдет возврат сначала сюда потом вот к этой оранжевой линии вообще я думаю сегодня больше вероятность того что мы увидим движение вот в этом диапазоне так мы вот информация по поводу размещения офс сегодня будет размещение офс вот время соответственно когда будут проводиться эти размещения и соответственно в эти временные промежутки особенно по факту завершения размещения наиболее вероятна волатильность паре рубль-доллар вот я думаю здесь по факту размещения мы увидим ослабление рубля то есть после пяти вечера после 17 00 мы увидим скорее всего что рубль доллару будет ослабляться наверное все таки с учетом того какая завтра предстоит дата наверное все таки здесь особо сильного ослабления рубля не дадут так друзья далее движение в паре доллар рубль смотрите вот здесь какая ситуация возникает ему бы конечно будут куда-то сюда вот сходить на открытие сейчас прямо вот и после этого здесь зарядиться энергии в том случае если не будет пробой диапазона 69 88 69 вот это значение то соответственно он удерживается здесь и с этих у с этого уровня либо от текущего уровня начинается движение попытка закрепиться выше этого значения но наверняка он выше не пойдет поскольку ожидается размещение о фс я думаю где-то вот диапазон у нас будет движение с утра вот отсюда и досюда пока нету существенного роста цены на нефть наверно все таки укрепляться вот сюда на 69 и 6 его не пустят хотя опять же вот если здесь будет пробит вот этот диапазон то пойдет движение цель которого будет по 1069 60 и случае пробития данного значения мы пойдем на уровне который сейчас посмотрим по часы веку я думаю все таки более вероятно что где-то вот в этом диапазоне будет строиться движение с утра наверно как бы на открытие мы сначала потесим вот этот диапазон потом куда-то сюда откатимся и потом ближе к обеду когда будет аукцион пойдет укрепление рубля и наверное будет возврат вот куда-то сюда вот в этот диапазон это мое видение по движению курса рубль доллара так ну и что касается часовика вот смотрите если здесь у нас происходит пробитие вот этого диапазона то соответственно пойдет укрепление вот сюда вот на эти значения вот вполне как бы может быть какой-то короткий задёрг вот сюда вот на 69 и 6 если здесь будет пробой то мы увидим движение вот сюда вот в этот диапазон и возможно даже в этот я все-таки думаю что наибольшая вероятность того что мы вот с утра и до проведения аукциона будем находиться где-то вот в этом диапазоне потом когда аукцион завершится если не будет никакого импульсивного вверх движения цены на нефть то соответственно здесь мы увидим наверно завершение данного торгового дня и первой половины недели движением вот сюда вот в этот диапазон может быть по тестим красную вот эту черту вот особо наверно вверх доллар укрепляться сейчас не пустят я думаю здесь основные события в части движения по укреплению доллара они будут разыгрываться после первого и даже скорее всего после 4 июля то есть 6 июля в понедельник так далее рубль евро но здесь у нас как бы одна часть движения она состоялась теперь осталось пробить вот эту планочку и потом уже идти вверх вот сюда вот в этот диапазон вопрос только когда эта планка будет пробита исходя из текущей ситуации евро рубль на открытие скорее всего вот отсюда пойдет движение цель которого будет сходить вот сюда у 78 81 если здесь начинается проторговка и закрепления то отсюда будет следующий рывок цель которую вот этот диапазон приход в этот диапазон если здесь начинается проторговка то отсюда пойдет дальнейшее тестирование на пробой 79 и 2 и уход к цели которая находится в районе 80 я думаю если такое движение стоит это будет вечером на открытии скорее всего мы увидим колебания вот в этом диапазоне 78 60 78 71 вот здесь вот пробитие соответственно нижней планки и верхней планки на объеме приведет движение если вот вот этот возьмем рубеж то пойдем вот сюда вот если возьмем вот этот рубеж на открытие то пойдет укрепление рубля цель которого сначала будет 78 51 и вот если здесь пробивая то отсюда мол может затянуть вот сюда вот в этот диапазон и еще сильнее укрепить рубль такое движение я думаю маловероятно скорее всего мы на открытие 100 столкнемся с колебанием вот отсюда но где-то вот до сюда вот соответственно то есть пробой этой линии уведет сразу чик сюда пробой этой линии уведет сюда вот но здесь скорее всего мы увидим на открытие сначала укрепление евро потом к обеду будет откат то есть укрепление рубля и по факту завершения аукциона наверное мы увидим движение куда-то вот сюда вот в этот диапазон вот такое мое видение ну аукционов и за на текущий момент спасибо за внимание всего вам наилучшего